Светитель Игнатий пишет Еще далече Ему сущую видит Бог, видит и уже поспешает к Нему навстречу. Какие же дары нам дает Господь, вот если мы выполним все эти условия, если будем так искренни в нашем покаянии? Нередко бывает так, что мы по ошибке ждем каких-то особенных даров, которые были у некоторых только из святых людей. По наивности мы мечтаем о том, чтобы быть нам прозорливыми, чтобы быть нам чудотворцами. Как это наивно? Нужно ли это нам? Зачем нам знать будущее? Почему мы так стремимся к этому в поисках прозорливцев? Чем нам поможет это знание? А ведь мы будущее-то и знаем. Разве мы не знаем его? Мы все с вами точно знаем, что умрем, но почему-то нисколько не переживаем об этом и не готовимся к смерти. Мы все с вами хорошо знаем, что после смерти будет суд, но почему-то с пренебрежением относимся к своим грехам, к своим страстям, не спешим исправлять себя, не спешим вести искреннюю настоящую борьбу. В конце концов, мы все с вами знаем, что будет кончина мира этого. И мы все должны к этому готовиться, но мы небрежны, мы невнимательны, мы теряем время, мы думаем, что его еще очень-очень много, и мы еще успеем все сделать, все, что нам метили, все, что нам заповедовали святые отцы, все, что нам велел Господь. Но нет, время лукаво, его только кажется, что много, но порой оно кончается очень-очень быстро. По этой причине не даров прозорливости и не даров чудотворения нам надо искать от Господа. Нам нужно искать с вами прощение грехов своих, освобождение душ наших от плена страстей. Потому что это и есть то главное достижение человека на земле, которое получается и приобретается благодаря правильной вере. Если человек получит свободу от своих страстей и перестанет грешить грубыми грехами, то такой человек разрушит в себе образ сатаны, с которым мы родились внутри сердца своего и которые развивали всю свою жизнь. Если же такой человек сохранит в себе образ сатаны, страсти, то после кончины своей неминуемо отправится туда, чей образ он имел.